Это Данил Тарасов, как вы уже поняли из названия. Кринно, наверное, морской. Приличная банды собралась, даже знаешь. Даже неловко, сколько миллионные кайантракты на одном льду катаются. Это Хоккей Бразерс, и они собирают команду, чтобы сыграть матч со сборной России. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразерс. Доброе утро. Ну что день, куда мы сегодня? О, мы проведем сегодня день с игроком КХЛ. Это наш хороший друг, бывший СО-командник. Об этом мы еще поговорим, успеем. Это Данил Тарасов, как вы уже поняли из названия. Действующий лучший снайпер ХК Динамо в истории КХЛ. Съездим, посмотрим, как он готовится к сезону, поговорим о жизни, какой он. На самом деле нам хочется показать игроков, какие они в жизни, потому что это мало показывает. У многих людей складывается определенное впечатление, какой он. А возможно, он вообще другой и не такой, какой вы, Ду Малли. Очень странно сказал. Мы поедем к нему на лед и поедем в зал после этого. Если не ошибаюсь, Фларионов ПРО. Пообщаемся, поговорим, узнаем, как он поживает. Ну что, вот мы и приехали. Да. Вон идет. Держи его на ручке. Опа. Легенда. Легенда. А можно называть человека, который еще действующий в хоккеисте легендами? Ну, в юмористическом плане, да. Ну какой, может, серьезный человек? Ну типа, какой серьезный человек? Вы хоккеист. Бороду отрастил, сумочку взял, все покажу. Динамо, умность. Динамо, умность. Данил Тарасов, лучший снайпер Динамо в истории КХЛ. Не переживает, если не поставит в одну тройку Шипачевым. Потому что можешь забить гол с любым партнером по команде. Здорово. Кофейку хочу. А мы уже не успеем. Можешь заехать в Макдоналдс. Вот. Вот это мне нравится. Кстати, 100 лет не было в Макдоналдс. Да, может. Именно за кофе. За булочкой виноград залетаю. Что хотел сказать? Может, ты еще и с контакта удалился? Нет, есть, есть, есть. Дрочи конторы. Нормальный парень. Ну вот мы и забрали лучшего снайпера. Всех времен же, получается, КХЛ. Всех времен КХЛ. Да, на самом деле, когда я готовился к интервью, я реально не знал, что ты лучший снайпер Динамо. Как так получилось? Ты даже не знал, что к этому шел? Да нет. Ну, как-то стабильно вроде пытался забивать голы. Потом что-то где-то высветилось. Но я, на самом деле, думал, что намного больше эта планка висит. Я не знаю, сколько КХЛ лет до этой лиги существует. Но, наверное, долго, да. И там, поскольку я рекорд был 73 или 71 шайба. Ну, блин, круто. Мы тебя поздравляем. Искреннее поздравление. Расскажи, как ты отдохнул? В отпуске, да, блин, ну, как отдохнул? Конец сезона у нас был такой. Ну, вернее, у меня лично. Была травма. Где изначально говорили, что нужна операция. Потом, как доктор сказал, повезло, иди домой. Это травма после того, как ты помахался? Да. А, точнялся. Да, да, да. Шлемы сняли сейчас игроки Тарасов и Швец Роговой. Отличный бой нас ждет, судя по всему. Сцепились. Пара ударов справа. Проходит у Швеца Рогового. Тарасов старается отвечать. Ну, и дальше же тейкдаун за 79-м номером Динава. Подрался знатный. Косный. Я, ну, лучше бы я это, конечно, не делал. Ну, эмоции, эмоции. Что? Полетел в Сочи. Очень нравится. Там три раза был, наверное, за лето. Катался туда-сюда, потому что друг там живет. Погода хорошая. Горы нравятся ездить. Красивые места смотреть. Я катался, да. Там один раз, по-моему, я выходил на лед. Там новый коньки у меня. Вышел один на лед. Мне, ребята, спасибо, выделили половину площадки. На 30-40 покатался. Попробовал новые клюшки, которые по уровню. Вот, и все. Ну, и пару раз в Москве. Подходил, куда мы сейчас ели. Это мой второй раз. Куда мы, кстати, едем? Мы едем в место, где в прошлом году мы там катались. Большинство катков было закрыто, да. У нас там хорошая группа ребят. Много кто и в ЦСКА играет, и в МФЛ играет. И в Казани играют. Да сразу вообще со всех команд. У нас была, мне кажется, команда, когда родул был, каприз был. Что можно было и выходить там на любой чемпионат мира с таким составом. Реально. Ну, получается, против них было играть, не против сборных. Мы проверочную работу потом сделаем. После этого, я такой, а мы едем? Мы сразу едем рядом с моим домом. У Реона в вокзал. Я там тендерюсь с Филиппом, да, с человеком. Я узнаю. Очень давно знакомый, вот к нему обратился. Мне удобно через дорогу, просто смакать на переехать или пешком. Я у Филиппа занимался у Реонова в лагере. Но после этого я скоропостижно закончил. Скижно? Да, скижно. Получилось, что у тебя были длинные волосы белые? Ну, потому что они на солнце. Вишь, я сам, у меня борода черная, а волосы на солнце у меня выгорают светом. То есть, ты не красился? Нет, я одно время где-то в детстве, но в тот момент нет. Просто я где-то в 13 или в 14 лет, я помню, белые волосы длинные. У нас есть красивый фольф. Мама мне делала эмилирование, но я думаю, что это не в отыду. Это вообще секси. Вау. Урагай. Оберкромбий фиш. Просто длинные волосы, да. Там еще следующее есть, вот и вправо. Боже мой, боже мой, что с этим человеком, что у меня в голове? Ну что, вот мы приехали, что это за место? Не знаю, я прям... Сам не знаю, честно. На каток вообще не похоже. Просто рядом с домом, у каточек есть. Вот катаемся здесь. Называется ЦХН, Центр Хоккейного Мастерства. Мастера тут серьезные, если честно. Поэтому надо подготовиться к игре. Да, ребят, проходи. Спасибо. Всем привет. Всем здрасте. Ты где был? Ты где, дорогой? А? Лежите, когда выезжаете? Мне тут же... Все подаду гребенку? Да нет, я не выхожу. Ну что, ты на вратарское место садишь? Ты видел, причем это место Ваньки Бущарова. На самом деле, это тот самый парень, которому удалось измаривать. Кто, Бочарик? Да, ну... Видишь, он здесь сидел. Я не могу его форму просто взять и скинуть. Поэтому нужно аккуратненько это все делать. А почему бы тебя погоняло Тара, а не Тарас? Я хочу знать, кто как хочет. А кто вернулся? Тарочка, Тара, Тарас. Ну ладно, не будем мешать. Пока Даня переодевается, мы посмотрим лед. Что вообще за ледовый? На самом деле, мы назовем это закрытым клубом хоккеистов, потому что здесь, ну, приличная банда очень. Здесь такие игроки будут сегодня кататься, как Никита Гуси, Игорь Жиганов, Тёма Сергеев, Андрей Светлаков. И там мешок, мешок, мешок игроков. И еще Даня, наш сегодняшний гость. Посмотрим, как они готовятся. Даже самим интересно. Можно было бы выйти покататься. Знал бы я, что можно. Взял бы с собой форму. Но ничего, в следующий раз, в следующий раз. Ну, ничего, ладно. Суббик у себя здоровый человек. Ну, он и был здоровый, да? Прям как настоящий хоккеист, да? Ничего себе, выживаю. Где-то играешь, где-то играешь. Движемся, двигаемся. Тренируемся, работаем. Сейчас пропотеемся. Конечки разобьем. Не надо ничего разбивать. Я, говорит, не разминаюсь. Смотри, ну, не чайки. Я тоже. Все, разминка готов. Судейство, как у нас работает. Даша здесь. Не всегда приезжает. Почему у тебя майка в спортдепоне? Слушай, я в магазин сейчас играю. В спортдепо, да. Ленду выдают хотя бы? Ну, что-то дают. Весь форманный шорты, блядь. Вот коньки. Коньки новые, да. Коньки новые. Нарядные. Главное, сразу не упасть. А по льду что здесь? По льду не очень хорошо. Из четырех одна перекладина. Все. Я подпивку отдать не могу. С Вадиком точно не поставим. У меня порой бывает, приходишь на ледовый и запах как в детстве. Когда ты первый раз пришел, ты запомнил этот запах льда, ледового. И вот сегодня почему-то он вернулся ко мне. Ну, здесь такой, настоящий льдовый, нигде мы с ним. Да, да, да. Бесприличная банда собралась, даже знаю. Даже неловко, сколько миллионные контракты на одном льду катаются. Белых много. Ты ген переобулся? Я не хочу. Я думаю, в льду меня. Что делаем, Жига? Ну, у нас еще и гену забрать. Ну, давай бешево за нас, да. Да, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас, мой список стоит. Либо. Все как скажешь. Да. На роднинке забивает. Первый гол за лето. Спасибо, ребят. Будь слюдой такой. Да, да. Что ты здесь спал? Смотри. Какие получаются у старцев на трёпках лет? Ну, почему? А Гучев, А Волков, есть люди с НХЛ. У Никиты Гусевой сегодня, кстати, вообще день рождения. Мы его поздравляем. Успехов, здоровья и побольше голов в НХЛ. Ты видел, ребят? Да, видел. Мы твои попытки с нами. Поехали, парни. Все? Готово. Здорово, Макс. Ты что за тобой? А? Ты что за тобой? Да, ну, видишь, они в день сегодня пришли с ним, ребятам. Я ради этого даже в спортзал пойду после. А вечер с тобой не будешь я? Вечер не будет. Это как без этого? Это мы только тренируемся, что ли? Ну, по разнину тебе порядок. Думаешь? Ты не видел просто, что было два дня назад. Я тебе видишь, я один раз сказал. Ну, что, покатился. Спасибо, ребят. Дед, я начинаю. Это все муляж. Подождем, посмотрим, как соперник. А кто в защитке, чтобы сразу никого, да? Я иду в защитке. Ну, все, если что, мы будем помогать, чтобы там не отрезаться. Очень просто и легко. Мы на волевых будем брать. От борта подержать ее, нахуй там, Вова. Это наша игра, бро. Это наша игра, бро. Крус-чека, маменького. Крус-чека, дайте. О, бро. Вы нам сегодня подставу приличную. Да, закинули? Не, нам не надо, не надо. На волевых, на волевых сейчас попрел. Он вообще выходит, а не бросает. Мне интересно тоже. А? Мне интересно даже. Он задел, а или ты промахнулся? Нет, он задел. Задел? Первый раз, может, который бросает. Ты Ваня Бочаров переоделся просто. Нет, нет, оставляй. Ну, что, ну, смысл уже? Давай, давай. Парнишку тоже гасить он. Сейчас он, может, подсоберется. Ты не бросай, ну, мать, по-кусь. Дай я тебе начать. Светлый, без тебя там нечего делать. Не могу, Борис? А? Не могу? Давай. Шоу я, шоу я. Куда? 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 Все есть Нароскание Куда? Да, есть шоколадный набор? Шоколадчик керша Да нет, вполне нормально, пацаны с регалиями прошли Кто-то олимпийский чемпион Кто-то кубок Гагарина И так далее Ну что, идем Хотелся, нормально Игрой не очень доволен Но прогрессом доволен Тем, ну как Тарас? Поехали Ну что, Тань, стабильный мол? Стабильный Стабильный мол Здорово, построили с первого раза Я хорошо себя чувствую Сейчас поедем в зал, позанимаемся, не знаю как Будет тяжело Думаю, мы справимся Вова, кстати, тоже должен был ехать с нами Он что-то это, обмазывается Поедем? Прогрессом доволен, правда Первый раз вообще кататься не Ну, видишь, какие ЦЦМ У тебя сколько лет? У меня выглядело не так же Это я их брал Или в Сан-Хосе Или в Китрове Когда мы играли, не было ехать Как не было? НХЛ А в НХЛ? Конечно, они, видишь, безлипучек Это классика Да, да, да Я вот эти единства меняю, видишь В прокладке И мне зашивают Здесь шайбы ловлю, вот Можно показать Ну, надо менять их, кстати Видишь, уже все Или вот этот А почему ты не меняешь? Просто не хочешь? Ну, удобно как-то, да На счету, вон, новые конки вещи Мучаюсь постоянно Да На разминку я сегодня хорошо уехал, видишь? Да Мы им только разминку ставим Все Еще одна смена там была В третью половину Да, да Там нормально было, когда он на смену уехал, вот Ему пас дает А, едет на сменке На сменке Я говорю, там на этаже надо все сверчка Знаешь, посмотри Ты отдал в угол когда? Да, можно все эти 40 минут сверчка поставить Рядом со мной Ну что, закончили тренировочку, ребят? Данька, сколько забил? Да мы знаем, можешь не говорить Кого ты с собой подобрал? Легенда, легенда Московская Динамо Вот с Вовкой вместе Динамо, а я пришел Вовку уже играл Но много места отыграли сейчас Вот в Омск В авангард Где будет Орлом теперь Будем биться друг против друга Вот сейчас едем вместе на тренировку Это Москов подписал Вов На два года? На два Поздравляем с новым контрактом Спасибо большое, ребят Удачи в сезоне, как говорится Спасибо Сезон длинный, я всегда говорил И он только начинается Мы находимся в зале Ларионов ПРО У основал сам Игорь Николаевич Ларионов И сегодня тренирует их Филипп Он один из главных здесь людей в этом зале Очень замечательный тренер Он нам расскажет И покажет экскурсию этого зала Смотри, у тебя свет парок Вот и белобрысенький Ну я же тебе про что говорю Сейчас сравним Вовь ты веел? Раньше какой-то Да, не было? Волосатый? А-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я А там еще много-много всего Такого Ну пресс остался Пресс остался Да Девочки-типлее, да? Ну нет, ну как? Ну да, ну нет, ну да. Вот он. Парни, ребят, со мной. Филипп, не вообще не понимаю. Артем. Главный человек здесь. Тренер, на кого ставите? Кто первый блеватель? Я думаю, что сегодня закончится все хорошо. Цель не проблеваться, поэтому будем вести себя в тонусе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, играем в кроссбарт челлендж по три броска. Нужно попасть в перекладь, но посмотрим, кто из нас лучше. Даня после тренировки, так что... Мы не будем отмазываться, Гриш, что мы под нагрузкой. Все, все, будем биться. Не важно, какой фрешки. Время. В принципе, достаточно. Хотя бы одну попасть, и все будет нормально. Победа за нами. Победа. Ну, никакие нагрузки нам не мешают попасть один раз. На сеточку сейчас закинули. Не, на сеточку. Все, грация, пойдем кушать уже, хватит. Ну что, ребята, закончили тренироваться, они переодеваются. И мы попросили Филиппа провести нам маленькую экскурсию по залу. Он очень симпатичный. Нам интересно, как готовятся кокеисты в предстоящем сезоне и не только. Филип, чего начнем? Зал по силовой и кондиционной подготовке, это зародилось в Северной Америке, подготовка профессиональных спортсменов. Потом это переросло в подготовку обыкновенных людей и стоит рядом с подготовкой в сфере фитнеса. Что мы здесь можем увидеть? Здесь у нас зона кондиционной части, где мы делаем разные упражнения на собственном весом тела, бегаем, бегание в гору, санки. И разные сложные акробатические движения. Зона силовой подготовки, она представлена у нас в виде рам и в виде разного рода гантелей. Бросковая зона для кокеистов и зона персонального тренинга. Там есть небольшое количество тренажеров. Также у нас есть зал по растяжке, зал по реабилитации. И все. У нас две раздевалки тренерские. На самом деле он маленький, уютный, но здесь прямо очень приятно находиться. И хочется даже тренироваться мне, хоть я и давно не тренировался. Но как-то вот по-современному, не как ты в обычных залах в России. Как-то вот здесь атмосфера немного другая, не знаю, как это объяснить. Ну не то чтобы американская, но чуть-чуть есть. Что-то вот иное, так сказать. И вот приятные покрытия вот эти приятные. Я никогда не видел такие покрытия в российских дамах. Это вроде мелочи, на которые не обращают люди внимания, когда приходят такие, о, необычненько. В планах еще один зал, пока не буду говорить где. Ну вот, могу вамкровать. В ледовом прям. Что, не будем отвлекать Филиппа? Спасибо от работы, да. Фил, спасибо тебе большое. Спасибо. Рассказал, показал профессиональные тренировки, профессиональных кисок, которые играют на высоком уровне. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну что, тренировка закончилась? Да. Данька, пришел переодеваться? Вова с нами не присоединиться дальше. Он свое отработал. Вован, молочек. Спасибо. Я думаю, мы еще с тобой увидимся. Вов, спасибо, ребят, за компанию, за веселье, смех и полосы. Я тоже выпуск, посмотрел, обязательно знали. Потом тебя позовем еще. На челленджик. На челленджик, конечно. Добро. Приятного. Все, пока-пока. Пока-пока. Дань, перелепс? Грегори? Грегори, перелепс? Грегори. Что у тебя за очки? Это подарок наденешься. Дорогущий, наверное? Не знаю. Хороший друг подарил, думаю, недешевый. Вечен, да? Блин, вот если бы он не сказал друг, я хотел сказать, на Дубровке видел такие же. Я не знаю, куда мы едем. Челленджик. Вот здесь прятали. Челленджик? Да, почему? Челленджик. Дэр. Челленджик сейчас расскажешь. Где ЦСКА? Нет? Даня, я в Марине живу, бля. В Макдональдс-Мурин. Я сам из Кузьмина. В Макдональдс? Я думал, ты из Текстелей. Не, ну, рядышком. Он совсем так, с Кузьмина. Вот мы в ресторанчике. Да, после хорошего рабочего дня у Дани. И, наконец-то, наконец-то, затерроризировать тебя вопросами о твоей карьере, о твоей личной жизни, о твоем досуге и всем, 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 что нам интересно. И, конечно же, нашим дорогим зрителям. Ну, и первый мой вопрос, с чего хочешь начать, как ты начал играть в хоккей? Начал играть в хоккей в стильщиках, рядом с Кузьменьким, где я живу, это одна остановка на метро, там был филиал Спартака. Вот, мама, не знаю, каким образом мне купила коньки, они были, я помню, размеры на 4, наверное, больше. И как-то сразу встал и поехал, до сих пор у меня клюшка, ну, всегда была в доме, да, я там мячиками играл, потом шайбой, там пару стекол выбил. С этого, наверное, все и начало. А сколько лет тебе было? Мне было 4 года. О, 4. А ты сам попросил или мама сама это все? Нет, но мы жили в таком районе не самым благополучным, да, и хотя все равно 4 года было, наверное, захотела меня чем-то, да, завлечь, привлечь. Привела вот на площадку, да, и я посмотрел, я, по-моему, стоял первый день, просто посмотрел вокруг, да, лед, атмосфера, кто-то детишки катается, вот, и мне понравилась просто атмосфера, я захотел попробовать. И, как ни странно, да, у меня сразу получилось, потому что многие мамы там ходили с конфетками вот так вот по борту, да, чтобы их дети катались там. Ну, у меня такого не было, да, мама всегда говорила, хочешь играй, хочешь нет, как бы, вон, иди учись. Ну, ты в текстильщиках покатался, и когда ты перешел в Динамо? Это был филиал Спартака, в текстильщиках, потом я переехал в Сокольнике, мы играли в Сокольниках. То есть ты в Спартак, получается, вначале? Я начинал, я воспитываю, в первую очередь, да, в Спартакской школе, Евгений Петухов мой, я такой, наверное, первый взрослый тренер, ну, как взрослый, он был тренером моим, вот, Макс Рыбин, у него, это его тоже тренировало, и мы в Сокольнике, я не помню, лет до 10, до 12 я играл в Спартаке, потом ушел в ЦСКА. Я думал, он всю жизнь динамовский. Я ушел в команду, которая была самой сильной на тот момент, да, насколько я помню, два года мы вообще никому не проигрывали по своему году, да, и когда проиграли, у нас ребята плакали просто, а я смеялся, ну, мы один раз проиграли, бывает, и всякое разное, но команда была реально очень сильная, да, потом. Случилось так, что на один турнир меня не взяли в Канаду, ну, потому что, наверное, денег не было у родителей заплатить, потому что намеки были, да, мама, наверное, где-то не поняла, или, не знаю, наверное, так и должно было случиться, да, но всегда тренер говорил моей маме, что, типа, ну, ты не переживай, бой будет играть в хоккей, хотя мне, там, молодому парню, я понимаю, что я хотя бы не хуже тех ребят, которые играют в составе, да, там. А потом ты пошел в Динамо, это когда? Ну, вот как раз, когда меня не взяли на турнир в Канаду, да, когда я помню, что мне просто как ребенку, наверное, на тот момент было очень обидно, что есть люди, которые приходят, спонсоры, да, в клубы, да, и это же все видно, все это видят, как бы было очень обидно, я маме сказал, что я больше туда никогда не пойду, но мы пошли в Динамо. Вот так вот такое бывает. Ну, что примечательно, почему вообще мы взяли Даню не то, чтобы мы с ним хорошо общаемся, а у него очень крутая история и очень хороший пример того, ну, кем можно стать, с обычного района, я понимаю, отца у тебя не было, правильно? Папа, да, в 4 года умер, поэтому мама растила, да, нас одна, работала там днем и ночью, поэтому такой, да, пример. Это хороший пример того, никто за него не договаривался, никто не звонил, он своей работой трудом доказывал и до сих пор доказывает, что можно играть на высочайшем уровне. Не знаю, что еще подытожить по детскому хоккею, в принципе, понятно, вы перешли во вторую команду. Во вторую команду я играл сколько, 2 года, по-моему, ну, и там набирал, там, чуть-чуть 50 очков. Тогда было, не было еще КХЛ, правильно? Или нет? Или уже начиналось? Ну, нет, я не знаю, вроде не было, КХЛ, потому что мы играли по первой, это называлось первой лигой. Нет, ВХЛ был, не было ВХЛ. Возможно, возможно, это была первая команда и вторая. Вторая команда играла не как в ВХЛ, там играли мы по первой лиге, это называлось, там мужики, там, там, Вов, Саратов, такие команды, да, там, ну, очень весело было. И мы молодые пацаны, там, еще и зеленые, можешь так сказать, да, там, ну... Ну, ты уже там много очков набирал, я смотрел статистику? Ну, нет, там-то нормально все было, у меня там Никита Двореченский играл, поэтому ноги у него есть, у меня вроде голова была, я еще в центре тогда играл. Давал там, не, у нас хорошо получалось, я просто понимал, что в первой команде, да, там, шансов у меня не будет, там, в ближайшее время, а что будет дальше, я не понимал. Поэтому не сидеть там в этой второй команде, да, просто там, ну, понимая, что в первой команде, там, даже шансов не дадут, и это было понятно, когда у людей, там, по 2 миллиона, по 2,5 миллиона, там, иностранцами подписываем, и команда реально сильная была при Головкове, поэтому... Введу в курс дела, мы с Артемом закончили наш дюзж, Марина. Пропагандируем наш клуб. Да, мы его любим, и не уследимся никогда. И сама с клуба, с любого клуба можно заиграть, там, Андрюха Алексеев играет, Иван Бочаров с Марина. Сейчас мы с Вовой отснялись, он северную звезда вообще. Появилась возможность уехать за океаном. В принципе, это, если ты хороший игрок, неплохой, ты можешь даже из низших лиг достичь хороших высот. Тот же, очень хороший пример, Артем под шиндявол, он тоже, он был в канадской такой же нише, вот этой лиге, там, что-то наклепал с 160 точков, в принципе, дошел до определенного высокого уровня. Да, да, он в динамо даже с нами играл. Вот, и возвращаясь, мы вот так же приехали, и приехал к нам Данил Дарасов, мы не знали, кто это, мы, потому что уже собрались, и через месяц, через два он приехал, и он рассказывает, он нам рассказывает, приходит такой парень, с такими длинными волосами, худенький, такой беленький. Я говорю, он перзел, он перзел, я говорю, в порядке, но это не так, на самом деле, было. Нет, он скажет, приезжает сюда, из Динамо. Из Динамо, со второй командой. Как сюда-то мог он попасть? Зачем? Почему? И вот теперь мы возвращаемся к Дане и спрашиваем, как ты там оказался? Ну как, вот как раз по второй команде, когда я играл, понимал, что первая команда мне не светит, а там ждать у моря погоды, да, не понимая, чего, кого. Было предложение, да, Игорь Лорионов помог мне в этом, да, чтобы... Игорь Лорионов? Да, я, конечно, двумя руками за, почему бы и нет, да, там, приехал туда, сыграл две игры, и у меня дискулицировали за то, что транспортная карта. Подожди, подожди, немного не так было. Как, нет? Подожди, подождите, подождите. Нет, как я приехал изначально туда? Ты приехал, Юсичел, ты у нас был, ты у нас был командир Юсичел, ты у нас отыграл игры. А до этого ты во форуме был? Да, подожди. До Юсичел. Да, ты ждал сертификат, вот, я рассказываю тогда, я знаю Данила историю, он приехал и ждал сертификат о транспере от Динамо, я ее встречал, потому что нужно было договориться с соприкосновением с этим, там, федерацией, с федерацией. Когда деньги были не выплачены, я сам ходил, но просто потом, оказывается, я пару дней не увидел, что там было, да, и история была очень такая мутная. Вот, получилось как, и Даня играл за нас это время, ну, он, честно, объективно, выше нас был в разы, понимал, что задерживаться ему там только деградация, это, ну, давайте называть своими именами, он, не дождавшись трансфера, поехал в Чикагоске, нет, в Батерлу, в Батерлу поехал, да, первая команда, да, еще в Аэрон был. Он приехал, отыграл два матча, и его дисквалифицировали до конца сезона, потому что... Да, потому что не было трансферных карт. Вот, и он возвращается к нам расстроенный, любого человека можно понять, когда ты, вот, представляете, уровень максимальный, откуда там Тиджей Аши играл, все, кто подручил, и он играет в самый низкий уровень. В Нижней Лиге, в команде, которая зародилась только в этом году, где-то вообще непонятно, на окраине Америки. Хорошее место, кстати, очень-очень-очень. На самом деле, замечательный год, у нас есть много историй, возможно, мы когда-то их расскажем вам, что-нибудь. Мы когда-нибудь туда съездим, это было просто шикарно. Да, 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 это очень круто. Это был один из... Короче, команда называлась-то Капс. Наша? Кейп Кот Капс. Мы чемпионы. Капс, 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 недвижат. Недвижат. Мы сделаем много разных вставочек и фотографий. Мы стали чемпионами, что примечательно. Даня в финале, по-моему, 4 ввалил. 5. 5. 7-4 выиграли Диня, по-моему, 2 хлопнула, и я опять. Да, это так. И, не, один раз был момент, запомню, это был полуфинал. Мы почему-то у нас Илюху убрали из тройки. Да, и мы играли я, Сева и Даня. Вообще, еще Сева у нас в команде играл, и еще Илюха Аркалов, который сейчас тоже действующий игрок. И я бросил поворотом, а Даня стоял на дальней штанге. И вот одним взглядом он меня испепелил просто. Вот это было примерно так. Это не смешно. И на самом деле я понял, что пусть он забивает, пусть все делает. Я на следующий матч все, что мог, вот он там наклепал. Надеюсь, я там что-то отдал даже. Но стали чемпионами мелочь, а приятно. Даня со спокойной душой получил свой трансфер. Ну да, я поехал в Индиану. В Индиану поехал, но в Батерлуп почему-то не получилось, не вытянули или что там пошло не так, хотя меня они очень хотели. Но Индиана, там уже Стас Галиф играл до меня. Там вопрос решили с трансфером. Это, наверное, лучшие годы, наверное, проведенные в хоккей для меня были. Когда я играл в юниорке, ни забот, ни хлопот. Много людей ходили на ночь? На Индиану ходила полная стадиона. У нас пока колизей у нас, ну, 5-6 точно. До сих пор в КХЛ ходят на средние регулярные матчи по 3 тысяч. А там ты выходишь, тебе там 18 лет, 5 тысяч, там 6 тысяч стадиона. У нас огромный, кстати, стадион был. Не десятка, но там тысяч 7. Он почти всегда заполнялся. В Индиане было бомбовое время, да, там 2 года. Просто были на ура, и сама жизнь там была очень здорово и круто. Мы решили показать Данину квартиру. Смотрим, как он живет, его опочивали. А плойку сыгранная? Плойку? Плойку не вопрос, только фифа. Ну, погнали фифу. Ну, ладно, погнали. Ну, вот мы и дома. Мы не дома, мы в гостях. Что тут всякое дома? Ну, давай, давай сосиски сварим. Где именно? Первый холодильник открывается. Это холодильник, да. А, кстати, у нас же суп появился. Рум-тур, мы далеко не уйдем, давай посмотрим, что здесь. Гардеробная. Там все в символике Динао. Мы сегодня играем в Осторожно Собчак. Она обычно по хатам ходит и такая, вот у тебя вот эти шматочки. Смотри, все белоголубое. У тебя какие приятные. Блин, нарядный у тебя гардеробчик. С тоником видим. Очень приятно. А, видите, что зашмок. Мобильные твои. Постараюсь, наверное. Нашли приятные. Сторисы. Да, вот эта тут легендарная. Прям с НХЛ. С того, с Танемсер. Ничего особенного. Шорты, майки есть, что одеть. Просто простенькая и со вкусом. Да, любую дверь можно открывать, будешь делать, что хотите, смотреть. У меня, кстати, двери всегда открыты. Я первый раз, у меня с тобой ванной был прям шкаф. Ты попробуй его открыть. Первая есть. А теперь закрыть. Первая хорошо, а вторая? А, ничего себе. Ручки нежные. Здесь, это кто на фотографии? Кстати, мы мне рассказали уже про сестру. Да. Ну, я думаю, кто-то, наверное, знает, да, из фанатов Динамо и так далее, что твоя сестра, ну, сразу, будем говорить, с именами, играла в сериале «Папины дочки», да? Какая разница, это же было. Она была такой девочкой-занозой. Ты что, издеваешься надо мной, Васнецова? Заноза, да. Ну, она играла, ну, не знаю, свою, не свою роль, наверное, в театре, в театре она сработала. Она сейчас в театре? Служит, да, потому что, да, за такую зарплату только служить можно. Смотри, планируем телевизор. Мое, мое, да, стоянное. Вот плочка, в которую зарубится. Здорово, смотришь тут зимние курки «Динамо», после половины я все даю там друзьям, сестрацию забираешь. Это вот, это крутое курки, я ее никому не даю. Ну, твоя команда, я настоящая. Да, оттуда же, да, вот стал матч. Динамо-факий. Ну, классиковый динамо, скажи, 100 лет, видишь? Ага. Такое ощущение, что клубики в таких же. А сейчас нам вон выдают, посмотри. Ну, да, по прикольнику. Например, считаешь, такое не очень интересное. Вот оно, доказательство, что Даня-то, оказывается, играл в ЦСКА с медалькой. Серьезно, уже тогда был серьезный мужчина. Уже тогда ЦСН не был сюда. ЕЦЦН. Ага. Ничего, совершенно нет. А это что такое? Подарок на день рождения. Сами люди сделали, да? Ну, это очень конкретная надпись. Всегда была мечта играть в МХЛ, поэтому, не знаю, дай бог, может, что-то изменится, что-то получит, что еще когда-нибудь туда поеду и поиграю. Хотя уже 30 лет, поэтому. А ты уже исполнил? Да. Вот это, наверное, самое памятное, наверное, мое шайло. Четыре? Ну, да. Яржген, перевод, Тарасов, гол, покер! Данил Тарасов! Пока что так-то так. Да, четыре замечательного. А вот где я провожу? Ну, пару часиков в день. В общем, мы решили немножко поиграть в плойку, чтобы Даня меня расчислил в ФИФУ, потому что в МХЛ он говорит не играет, а я в ФИФУ не умею. И продолжить наш приятный разговор о его карьере. Он у меня уже выигрывает 2-0. Почти гол был. Так, Даня, мы с тобой закончили Индиану Айс. Окей, что произошло? Появился ли у тебя агент? Задрафтовался ты в Бенхейл? Как ты попал? Ну, изначально, да, когда я после юниорки, Марк Гандлер представлял меня в Америке, вот, и предложил мне контракт в Сан-Хосе, когда у меня до этого еще был вариант с Баффло. Вот, не знаю, почему я выбрал Сан-Хосе, да, и этого агента, как бы, и с ним мы работали на протяжении всей карьеры. В Америке президент мне говорил клуба, Даня, забьешь 50 в сезон, я тебе обещаю, что сделаю тебе контракт. Как бы, забил там 47-60 игр в Америке. Стал лучшим снайпером, правильно? Да, и подписал там вот этот контракт односторонний с фармклубом. Вот, это получилось так, что это был локаут. Да, это было. Вот, и меня отправили в Сан-Франциско, в Искоуст, в лигу, потому что я был самый молодой, как бы, и, по сути, да, поехал туда, на Искоуст, на побережье, там, антихоккей, конечно, был серьезный. Ну, прям сильнее уровень, слабее, чем Михаил. Ну, там, ребятам, на самом деле, все равно, но это хоккей, я не знаю, они там какие-то свои. Ну, а они где-то работают на работах или только в СССР? Ну, у кого-то, может, что-то есть, но... В общем, не про хоккей, да? Да, там, можно сказать, что не про хоккей. Ну, вот, и отыграл там, сколько, не помню, игр 15-16, вот, и локаут закончился, и поехал в фарм-клуб СНХС. И за полгода, там, неплохо себя показало, и мне предложили контракт на два года, АХЛ, НХЛ, поэтому, как-то, вот, наверное, так, трена. Молодчик, молодчик, сколько ты отыграл в АХЛ, чтобы попасть в НХЛ? Три года, по-моему. Три года, три года, я... Ну, ты, у тебя хорошая статистика, там, ты очень много. У меня там все нормально, статистики были, были травмы, там, плоха у меня проблемы были, слава богу, сейчас, все нормально, как бы, да, там... Ну, ты долго, получается, ждал этого шанса. Да, да, ждал, меня, причем удивляло, почему я играю лучше, набираю больше очков. А других? Других, да, как бы, ну, работал, тренировался, вот, и в один момент позвонил тренера, говорит, что все, да, типа, вот, твой шанс, как бы, я так же сидел, играл в Play Station, когда мне позвонил тренер и сказал об этом, поэтому... Тренер первой команды или, или своим, ага, и отправляют на хостел. Да, да, я еду туда, самое интересное, что я должен был играть, команда играла, я прилетел, у команды была игра, а я должен был играть на следующую, вот, и так получилось, что команда начала выигрывать, и там, как говорится, победный состав не меняют, да, и я просто сидел там пять игр и выходил на раскатку. Опять пришлось ждать, короче. Я опять ждал, да, все в ожидании. Там, по-моему, пять игр я там посидел, поварился и дебютировал в Ванкувере. С Ванкувером, с вами? С Ванкувером, да. Как, как твой первый матч, опиши вообще вот эти ощущения, потому что каждый мальчик, ребенок, это не то, что мечта, а недосягаемая мечта. Слушай, ну, это, ну, не знаю, мечта сбывается, я не верил просто об этом, я приехал на стадион, там братья Сидины, атмосфера в Ванкувере была просто сумасшедшая. И стадион, и болельщик, и предигровой шоу, я сидел, я думаю, в кентят, потому что где-то еще там, ну, было очень круто, да, и мы играли как раз с партнером по фарм-клубу, с Крисом Кирлин, он сейчас играет в Атаве. В прошлый год играл в Атаве, не знаю, чего-нибудь там по контракту, но мы вместе играли, было комфортно, там, он забил, по-моему, я отдал, и дебют такой был хороший. Ты в первом матче отдался? Да. Кайфы, а сколько ты минут сыграл, ну, примерно, так, на скидку? Ну, девять, может. Я отдал передать? Давай, так круто. А хорошая или так? Нет, там, вообще, там, такая интересная история была, что у меня клюшку сломал, я приехал на лавку, мне дали вообще, там, Брэндон наделал такую клюшку, у которого рос, там, по 2 метра, да, и он... И правый? Ну, почти, да. Чужой клюшкой, кстати, отдал передачу. Ну, на Абл-гей продолжать играть, похоже. Я думаю, там сразу тогда уволили. Во второй игре, да, там, уже поставили Зино с Тортеном, справился. А, да ладно. Ну, после первого периода, там, Хёртвик получил травму, мне поставили туда. И как с Сен-Вин Тортеном? Ну, там, в первой смене я должен был забивать, там, было очень круто. То есть был этот шанс у тебя? Было, ну, сколько, там, 2-3 смены в первом периоде сыграл, во втором периоде, там, в первой или второй смене, сзади по голеностопу ударили, и на 2 месяца я выбыл, у меня было сильное растяжение голеностопа, но доктора говорили, что лучше бы я его сломал, потому что очень долго восстанавливался, да, и тяжелая травма такая получилась. Вот, и 2 месяца восстанавливался, поехал в фан-клуб после 2 месяцев, отыграл там сколько, 3 игры, меня опять вернули в первую команду. Отыграл там 3 игры, но я уже был весь перебинтованный, не бегал так, как до этого, меня это очень беспокоило, то, что травм и все, и... Да, ты был, в моем памяти вообще, ты очень такой быстрый, техничный был, прям, вообще. Ну, там, видишь, когда тебя обматывают голеностоп, как... Услана. После этого я последние 3 игры в сезоне сыграл за первую команду, и... Ты мог забить сейчас. Да, я знаю, был очень хороший момент. 3 игры я отыграл последней, получил в сумме 5, но игры я уже, я сам понимал. Докатывал, получается, да? Докатывал, да, это в первой команде, и все, и... А что ты не сказал там, что у тебя травма, и так далее? Да, все жнали о том, что у меня травма просто... Ничего, вот, отмотали, перебинтовали. Иди играй? Ну, деньги платят, да, там, сезон заканчивается, там... А, ну, то есть там последние матчи были? Не знаю, что они хотели посмотреть, могу ли я или нет, но... А вы в плой попадали или нет? Ну, мы не попали в второй плой. Команда не очень хорошо играла, и сейчас у нас проблемы сзади. Ну, да, они много лет карабкаются. Ты докатал сезон? Докатал сезон, и все, я переехал в Москву, также в отпуск в Италии находился тогда, и... Думал, что делать, агент позвонил, сказал, что клуб дает контракт на... Двухсторонний? На два года, нет, не двухсторонний, типа, первый год двухсторонний, следующий год, получается, на двухсторонний. Я очень обрадовался, думал, вообще все здорово, все супер. Потом агент перезвонил, сказал, что на один год двухсторонний. Я понимал, что это опять возня обогрела. Да-да, и уже травм больше еще. Ну, возможно, да, я не знаю, и там семейные обстоятельства сложились так, что... Мама не очень хорошо себя чувствовала, и по дому, можно сказать, соскучился. Ну, и понимал, что время ехать домой. Не хотел я играть еще в фармпулгый год. Приехал в «Динамо», причем у меня был отпуск. Я, ну, можно сказать, в зал только ходил, да, там, по сути, толком не занимался. Подписал контракт, и на следующий день поехал с первой командой «Динамо» в Пинск. Напомни, пожалуйста, кто у вас был тренером, когда ты подписал с «Динамо» в первых годах? Харрис Витонич. Харрис Витонич. И... Помощник Нарка Олега Валерьевича. То есть... Я сразу приехал в «Пинск», я не понимал вообще, что такое может быть. Да, вот эти вот сборы, да, на которые я попал в «Пинске», условия, план подготовки. Потому что играю там в Штатах, да, очень много лет. Я приехал и понял, что, ну, это вообще небо и земля в плане... В плане вообще всего. Условия подготовки, отношения к людям, подход. И как бы я реально там прошел все эти сборы. Еще тогда я там бегал, прыгал. Все, что говорил тренер, да, и я сел в огромную яму, что... Я не помню, сколько я отходил, когда забил свой первый гол, и то там этот... Ну, у тебя такой тяжелый первый сезон. Ну, вот потому что, да, там, я играл всю жизнь с краю, да, у меня тренер сказал, что он меня видит как центрального нападающего. Это я тоже. Ну, в моем понимании этого ты не центральный. Ну, в том-то и дело, видишь, а тренер увидел так, у него были свои там лидеры, свои старички, как бы... Возможно, неправильно тебя использовали изначально. Ну, и подход, видишь, аж Тигры был человеческий подход. Если тренер тебя не видит, да, ты чем-то ему не нравишься, там, может, что я одеваю, на чем я езжу, что я делаю вообще, да, хотя тогда у меня даже инстаграма не было. Просто, да, человек глумился, можно так сказать. Выпускал меня в 13-м нападающем первые 30 игр. Ну, да, было, я помню, просто мы еще с тобой созванивались. Я сидел на лавке, уже звонил агенту, говорю, Юра, я уже не могу, ну, как бы это уже не смешно, да, там 30 игр отсидеть в 13-м нападающем и получать игровое время. Вроде только в НХЛ заканчивал сезон и... Только в НХЛ парень играет, тут в КХЛ не выпускают. В 13-м нападающем как урод сидел, выбегал там, если штраф заработал, там, командный штраф я вышел, там 30 секунд до лавки пришел. Я понимаю, у меня было такое хуже некуда. Первый сезон был у меня такой, хотя всегда Андрей Николаевич со фрону вроде как поддерживал, он меня как раз не отпустил, когда меня Леня Василь, Леонид хотел забрать. Он тогда где в Уфе был? В Уфе был, да. Они меня хотели забрать, но меня Динамо не отпустило. Вот и вот сезон был такой очень тяжелый. Ну ты в первом сезоне у тебя 8 очков? 7 голов или сколько? 4 гола, 4 передачи. За сколько игр? За 37. О, 30 отсидел. Во втором ты тоже так же отыграл 34 игры, 7 очков. А там что произошло во втором? Если ты вспомнишь, конечно. Ну слушай, ну второй сезон то же самое примерно было, кроме сколько игр я там сыграл. Ну так же, ты примерно одинаковый что в первом сезоне? Мы с Артемом смотрели сколько там, ну часто мы матчи смотрели, когда Даня играет, особенно Хэл включаешь, все равно переживаем за свой очко. И когда у тебя именно дают шанс, там, большинство какие-то, больше игрового времени, ты в принципе стабильно набирал очки. Ну слушай этот шанс по сути, да, там, кто должен заслужить, да, но я не понимал каким образом и что должен делать. Ну да, да. Во-первых, когда я приехал в Динамо, меня видели при весе, там, 82 килограмм, да, там, техничного игрока, как я считаю, да, там, ну, более креативный игрок. У меня делали человека, который должен был ездить, да, и втыкаться головой в борт, там, делать людям... Чекера, короче, если я хочу. Чекера, да, делать то, что, по сути, не сложно, но это не... Чекера ты кто? Чекера это тот самый силовик, который продавливает и должен, можно сказать, закрепить шайбу в чужой зоне и убивать других, дезориентировать, но ты не плеймейкер, ты не Галеодор. Это больше похоже на стиль. Ну, это крайний нападающий третьего, четвертого звена, который... Не называть имена, но просто... Да, фамилиям как бы... Тот хоккей, который меня заставляли играть и говорили играть. Обычно люди там под 190-190 килограмм это делают. Я играл там третьим, я не помню, третьим, четвертым звене, наверное. Когда играл во втором, да, у меня была там статистика, если кто-то там получал травму, но тот хоккей, который играл, я, ну, даже в зеркало иногда не мог на себя смотреть, потому что понимал, что это не я. Не то вообще. Но самое интересное, что мне увеличивали контракт каждый год. И говорили, что типа вот Таро, ты боец там. Все в порядке? Ну вот для меня тоже это было удивительно, потому что Даня... Для меня прямо плеймейкер делает не то, что я вот приходил на хоккей, даже и говорю, что вообще происходит. Но я понимаю, это установка тренера. Это очень странно было. Потому что я знаю, как ты играешь и что ты делаешь вообще на поле. Да я игры чувствовал себя уродом просто. Бросал шайбу, бей, беги. Тренер подсказать сам ничего не может толком, да, там чему-то научить. Отходя от специалистов, которые там, да, работают. И что-то он будет, ну, доказывать мне, рассказывать, как мне надо играть. Просто, ну, не знаю, как получилось так, что я до сих пор играю в Динамо. Потому что в тот момент я реально был готов уйти, да, там, туда, где меня ждут и видят меня как нормального игрока, а не как чекера или... Когда пошло это изменение, что произошло, поменялся тренер, когда вот ты стал на ведущих ролях в команде? Слушай, да не знаю, так, ну... Понятно, это не в один день, это стечение. Какие-то шансы. О, хотел сказать, получается, у Даньки давали установку, да, что вот он играл, говорили, что делать в команде. А народ, который смотрит такие, типа, чё будем-то раз херю будет заниматься. Да, да, инвалиды подписали. Да, так и писали, все об этом говорили, понимаешь? Против МХЛ играл, он на попавке, типа, херю занимался. Ну да, взяли, взяли... Парень в МХЛ, 50 очков в МХЛ, 7 очков за сезон. И ему плохо, зрителям плохо, всем плохо. А клуб доволен, получается? Получилось так. Ну, руководство клуба было доволено то, что я делал, потому что в Динамо всегда проверяли характер, потому что было много игроков, мало кто задерживался. Было много негатива, было много... Люди переходили на личности, психологию людей, они, наверное, плохо знают, да, и как обращаться вообще с людьми, тем более с хоккеистами. Поэтому период был такой очень непростой, потому что, ну, это реально была анархия какой-то антихоккей. Итак, два сезона прошли. Тут ремонт небольшой, у него новый дом, так что извиняемся за звук. Да, тут кроме меня в подъезде три человека живут. В Динамо? Или вообще всего? Вообще, три человека в подъезде живут, да. А кто-то, кстати, из команды живет здесь? Димка Яшкин, он купил себе квартиру в соседнем. А он в НХЛ уже? Он в НХЛ, да. Подписал уже? Тут не знаю, подписал, нет. Ну, 100% поезжай. Я думаю, что договоренность есть, да, потому что, ну... Ну, там машина такая, блин. Яшка Звера вообще, молодец. А когда вот это началось? Ну, мне кажется, вот когда Динамо у них поменялось, все Динамо, да? А, когда руководство... Ну, к тому я даже год до этого неплохо играл. Ну, вот там даже статистики... Ну, я не сказал, что какая-то хорошая была, но я неплохо играл. Уже на других, наверное, ролях каких-то. Вот, а когда поменялось руководство, да, и... И причем были варианты мне уехать там. У других? Надежда там 5-10 миллионов больше, да, и я понимал, что и тренер был подходящий. А кто тогда встал? Там Владимир Анатольевич Воробьев. А уже Воробьевцы? По-моему, да, я могу ошибаться. Но мне кажется, что да. Там поменялось руководство, да, и все ребята... Ну, не все, да, у кого были там, не знаю, там уже нам денег же не выплатили, да, которые до сих пор нам не выплатили. То руководство клуба и все, и... Как бы я решил остаться, потому что я понимал, что у меня будет игровое время. Когда было игровое время, было большинство, в тебя верили, и... Наверное, тогда уже показал, ну, тот хоккей, наверное, примерно, который я могу оставить. Ну, на тех ролях. Почему все хоккеисты, типа, и все хотят, чтобы их ставили в большинство? Потому что команда в тебя верит и... Ну, не, ну, не каждый может же, ты должен... Ну, команда же работает как механизм, да, на результат. Если у тебя сильные качества, забивать, отдавать, да, там, конечно, тебя в большинстве будут выпускают. Но это же... Команда на этом не заканчивается. Кто-то должен играть в меньшинстве, кто-то должен в форчеке работать и силовую борьбу, да, там, ну... Тем человеком, который... Все роли, конечно. Тот человек, которым я был там, первые два года, да, из которого у меня делали. Конечно, конечно, каждый хоккеист, наверное, хочет играть в большинстве. Хочет забивать голы, хочет играть в ныдущих ролях. Ты должен понимать свой стиль, да, там, если ты хороший плеймейкер, хороший, да, там, снайпер... Ты будешь играть. Тренер хочет выиграть. Хвала ребятам, тем, которые играют в меньшинстве и бьются. Копают. Копают, делают черную работу. Только, мне кажется, хоккейный мир знает ту работу, о которой ты говоришь. Потому что чаще это... Кто-то в меньшинстве играет, играет. На самом деле это сильные пацаны. Потому что... Ну, не разбирается же все. Нет, это огромное... Надо уметь. Это не просто так ты вышел в четверон. Ты должен понимать и так, и пусть ты не что-то делаешь. Кто-то это должен делать. Я сразу перебегу. Ты начал набирать очки. Был сезон, где ты играл в тройке с Шипачевым, с Кагарлицким. Ты набрал много очков, забил много голов. Свои личные рекорды побил, чтобы не можешь не радовать. У многих людей, как я понял, сложилось впечатление, что ты это сделал только с помощью Кагарлицкого и Шипачева. Без них ты не достиг, но прошлый сезон показал, потому что ты с ними не играл. Ты набрал не меньше, да, очков или больше даже? Ну, не понимаю. Больше голов, наверное, две очков, по-моему. Да, но ты не играл с ними вообще, тем самым доказав, что это на самом деле не так. Ну, изначально, когда меня туда поставили, да, наверное, я, потому что неплохой сезон до этого показал, что на лидирующих позициях я уже там был. Когда ребята пришли, я был на своей позиции, играл в первом звене, ну, в меньшинство, в большинстве. Все, что можно было, я делал, ну, чтобы было в моих силах. Вот, и пришли ребята такие, как Вадик и Динка, и меня тренер поставил к ним. Поэтому, ну, я тоже там неполноценный сезон сыграл с ними, потому что там, если игру в две не забьем, да, там, понятно, что Вадика там, конечно, кто-то его тронет, да, там, ИК готовый. Ну, да, 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 меня, тебя. Всегда убирали меня, там, если они там забили, там, оставили, короче, вот так, полсезона, я думаю, где-то с ними сыграл. Но порой работало то, что тебя убирали во второй звене, ну, и ты там сразу выходил в первом же матче и показывал, там, в большинстве бац, гол, я такое видел, замечал. Не, ну, есть, есть, как бы, ну, спора нет, там, ребята, мы строили, Вадик много чему научил, но просто ты не можешь играть без Вадика в хоккей, который ты играешь с Вадиком. Ну, справедливо, но все равно ты доказал, что это можешь. Нет, я просто, мне кажется, я играл по-другому, да, там, какие-то голы другие забивал, не такие, как в игре, там, с Вадиком и с Димкой, да, там, с топовыми игроками, с лидерами. И свои голы забил, где-то на пятаке где-то подставил, да, там, результат был, да, там, планку свою держал, поэтому, так же, говорю, сейчас новый сезон, поэтому, не знаю, там, с кем тренера поставили. Я говорю, сезон длинный, сезон длинный, поэтому, главное, это результат, я уже седьмой год в Динамо, да, и... Ну, уже много. По сути, мы в финал не выходили, в полуфинал мы не выходили, на ночь четвертую мы всегда застреваем, да, и, как бы, уже не важно, хоть и в меньшинстве могу сыграть, там, и шайбу половить, да, просто выиграть этот кубок. Да, да, да. Самое главное, что, мне кажется, сейчас для меня станет задача. Я вспомнил, вы о Северстале закусились, серия была. Ну, Северстале, что произошло? Что произошло? В Северстале очень мобильная, быстрая команда, молодая, заряженная, свежая. А мы были в такой ситуации, что нам было очень тяжело, потому что нас готовили... Об нагрузках? Готовили кубку в плей-офф. Я не понимаю, если честно, почему нас готовили, но до сих пор я никогда, наверное, не смогу понять, потому что было очень обидно. Мы делаем то, что нам дредит, да, у нас. Мы крутили велосипед каждый день после льда, и залопа 45 минут в зеленой зоне, как бы, не было свежести, энергии, не тактики. мы не могли обыграть. Но в теории можно понять то же самое тренерский штаб, потому что они, может, думали, что вы на прохладной пройдете Северсталь, и как раз-то нагрузка выйдет вам дальше. Нет, у нас была медкомиссия. Последняя игра перед пулу-офф или перед паузой, я не помню. Мы с Нижним играли в Нижнем Новгороде. Почти всех команд у кого было по 4 дня выходных. У кого по 5, там, кто-то в Дубае полетел, кто-то голову разгрузить. Но минимум, я думаю, у каждого клуба пауза была большая, 3 дня выходных. Чтобы ты понимал, у нас был один день выходной после серии выездной, долгой и сезона, как бы к плову готовимся. У нас была медкомиссия, велосипед. У нас был один день выходной, на следующий день медкомиссия. Конечно, ребята, там, ну, можно всех понять, там, как бы этот велосипед был никому не нужен, да, там, здоровье, главное, что все там, сердце, да, там, я не знаю, что будет, глаза там, вот, там, травмы какие-то. Сам по себе скажу, я этот велосипед-то и крутить, и не хотел и там, и результаты были там, не очень хорошие, по сравнению с началом сезона, да. Вот, это и у всей команды такое было. И у нас тренер сказал, что мы не готовы. Ушанули, короче. Если ты не готов, у нас как? Надо добить, убить жилеты, баллоны, велосипеды. Объясните мне, пожалуйста, вот есть лига НХЛ, где играют сильнейшие игроки, и там их не готовят, там игроки готовятся сами, правильно? Правильно, все правильно. НХЛ существует уже много лет, а до этого было суперлига. Ну, до сих пор система... Я могу ответить на этот вопрос, потому что все могут сказать, что это наш русский менталитет, но я с этим поспорю, потому что это не менталитет, а люди... Типа получается, они не доверяют Да, 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 что все приедут, чтобы ты понимал, да, это же можно все в рамки загнать, да, человек приезжает, там, две недели до первых игр, если ты не готов, ты не играешь. Вот, я про это же. Ну, так же он так работает, у нас собирают за два месяца, да, там, по четыре тренировки в день, там, у каждого тренера свой подход, и эту систему, я думаю... Под сомнение можно поставить. Да, а сломать ее, сломать ее нереально, потому что люди, которые все это тащат, да, это... Ну, они пропагандируют. Они все это делали и думают, что так нужно, хотя сами говорят, что хоккей меняется. И результат на чемпионате в мире, вот, это сказали. А люди не меняют, вернее, хоккей меняется, они не меняются, они ничего не меняют. Там, спросите, сколько он книжек прочитал про психологию, про физиологию человека, да, как, что такое восстановление. Ну, ты спросишь, он на тебя посмотрит, скажет, ты молодой, что ты мне втираешь, да, иди, там, я не знаю, гусиным шагом походить, да, там, понимаешь? То есть, скоро ходим? Ну, нет, слава богу, это будет еще хуже. Ну, кроссы. Еще хуже. Ну, кроссы, ну, что... Это в крови российского человека. Кроссы, да, ты понимаешь, я тебе не легкий атлет, я хоккеист, я понимаю, как люди добиваются результаты, что делать, а нашу систему, я не знаю. Я думаю, когда уже нашего возраста тренера взрослые прибывают в КАХу, типа, ну, знаешь, когда уже будут ближе к 40, там, такие... Ну, это еще долго. Ну, да, они по-другому же поменяются. Ну, слушай, а много-много-много, понимаешь, людей, которые вроде так же проходили, там, и НХЛ, и КХЛ, и туда же попадают, фамилии не буду называть, да, и приходят, делают то же самое. Все боятся. А знаешь, почему? Возможно, потому что они тоже были в этой, в начале, в этой системе, либо боятся за свои гнеста и тогда. Ну, слушай, хорошо, грубо говоря, с тебя, если ты главный тренер, с тебя просят, то, да, правильно? Угу. Вот. То, как это ты будешь делать, это твое, ну, решение. Ну, да, да, да. Да, да, знаешь, как они, типа, делай, что хочешь, руководство будет тренером, ну, как я, вот, типа, думаю. Он такой, хорошо, ничего не делать, а чего у тебя команда не собрана? Ну, вещь, типа, у нас как было, команда не бежит, а почему она не бежит? Потому что мы не работаем, как у нас говорят. А мы работаем столько, блядь, что так... Да, я представляю, да. Ну, так хоккеисты, они не должны работать, все должно быть по уму, правильно. А у нас, видишь, эта ситуация, у нас все на менталитет скидывают. Менталитет. У нас менталитет. Хватит уже менталитетом подкриковать. Да, никто не будет готовиться. Я не знаю, почему все так думают, да, там, почему мы чем-то отличаемся от тех же канадцев, европейцев. Сейчас очень хорошие примеры, что чемпионат мира, это показательно, что европейские команды Швейцарии. Когда Швейцария, когда-то либо, ну, вот они последние, там, 3-4 года уже достойно выступать. Они за 20 лет построили целую систему. Вот как раз с 2000 года набрали канадских профессионалов. Ну, видишь, мы стоим, а у нас все олдскул. У нас олдскул, да, у нас понятия совсем другие у людей, как бы, ничего никто не хочет менять. Там чемпионат мира, да, который у нас проходит каждый год? Да? Я его не смотрю. Каждый год я его не смотрю. О, слушай, а как что-то же сейчас было? Почему мне себя поговорил, что Данику вызывали в сборную? Нет, это вызывали однофамильцы вратаря. Вратаря из Уфа? А, на 5-6. Все вратаря вызвали, говорит, в сборную. Меня в сборную никогда не вызвали, поэтому я уже с этим спокоен. Неважно, там, какой результат, там, да. Смотреть на сборную, которая играла, даже говорить нечем не хочу, потому что тут нечего говорить, как бы. Ну, ты вообще с точки зрения профессионала и это смотришь? Смысла тут не вижу, как бы, и хоккей такой, смотри, раньше, да, чемпионат мира, там, олимпийские игры, да, это было. Ну, все приезжали, да. Сидели семьи, сидели все лучшие игроки, там. Классно оторвать было, когда олимпийские игры, а сейчас посмотреть на Евротур. Я из сборной Канады, не, ну, человек, я не знаю. Мэнджио Пани, с третьего звена, там, с какого он? Ну, да, да, да. С Калгари. Который всех накрутил один с третьего звена. Ну, вот, по ходу дела, так и было, да, я там увидел, что немцы там, что-то, ну... Ну, вот, немцы кусаются, все, все европейские команды, вот, вот, вот весь уровень, пожалуйста. Ну, просто наши уже, наверное, после такого сезона, знаешь, длительного, ну, там уже их не собрать. Не, ну, а сейчас же, сейчас же Олимпиада будет. Ну, сейчас уже другой, вот, разговор будет, и какая Олимпиада. А будут инхайловцы в этом году? Да, все, они подтвердили, что инхайловцы приезжают. Все инхайловцы приедут на Олимпиады? Они подтвердили, что... Где инхайловцы? Эээээ... В Сочи? Нет? В Сочи. Ну, где-то сейчас... Она наша. Она скоро будет. Она наша. Не, у нас же сейчас получается... Какая? Сейчас летняя будет, потом... 14 год в Сочи, 18-й... Нет, на ковер раньше был. 18-й, не помню. 22-й, ну, все, в следующем году у нас. Ну, зимой будет уже зимняя Олимпиада. А вот сейчас было что-нибудь. Все, сейчас зима. Нет, если инхайловцы приедут, приедут наши лучшие игроки с инхайл, на которых, наверное, вся будет надежда, которые, ну, уже там, да... Ну, да, да. Молодые. Не, ну, там сейчас... Много пацанов хорошего. Не, молодые есть, там, да, куча, там. Молодые. Ну, он уже тоже не молодой. Ну, хотя бы сейчас, ну, а у нас кто лучше этих ребят? Нет, нет, нет. Малкин и Вещикин, которые, ну, всегда там, ну, планку держат, да, там. Паша Дацук, там, я не знаю, там, ну... Примерно такая же команда, которая у нас была на прошлой Олимпиаде. Плюс-минус ребят с КХЛ просто возьмут других. Просто стрёмно, когда канадцы приедут. Слушай, я бы очень хотел, чтобы приехали настоящие канадцы, чтобы приехали топ, понимаешь, Макдэвиды, Табарасы, да, там, и всему подобное. И тогда просто будет видно, да, ну, и мы будем идти за счёт тех же, понимаешь, что у Канады можно собрать, ну... Ну, 3-4, это нормально. 3-4 минимума команд можем собрать, которые дадут бой и наши, и любой сборной, со всеми нашими топовыми игроками. Тут говорить тяжело. У нас хорошо, если мы сейчас возьмём Олимпиаду, всю вот эту топовую сборную, убери их, и что мы имеем. И возьми канадцев, вторую, третью, четвёртую сборную. Да, безусловно. У американцев, ну, там вопросов никаких ставить не будет. Единственный шанс, вот, на этих ребят, там, куча, да, Ну, у нас в этом году много было. Куча, эль. Вася, там, Тарас, там, ну, как бы, всё понятно. А лучше, а лучше кто? Справедливее. Лучше-то у нас нет, у нас нет запаса, понимаешь? Угу. Там, грубо говоря, Канада из МакГревида, если, я говорю, я очень бы хотел, чтобы эта Олимпиада, так как ты сказал, чтобы приехали в Хэллс, чтобы посмотреть даже, что... Ну, просто. Ну, вот последний раз смотрели этот, прикольный был, Кубок Мира. Кубок Мира. Кайфу, и вообще. Микрофон цепляли они к игроку, как разговаривали. Все, маркетинг, конечно, у них круто было. И молодёжь вот эта у них собрали, кайфу. Ребят, мы, как и у Дудя, решили сделать конкурс. Даня разыгрывает свою клюшку, Бауэр. Модель, точно не знаю, очень крутая. А ты распишешься на ней? Да, вообще не вопрос. Распишется, вот фамилия. А, можно и расписываться. Можно и расписываться. Пускай вдруг кто-то играет, и будет ей играть. Да. Пусть играют, не надо её хранить. Да, пусть в бою. Пусть, конечно, пусть. Вопрос Данька сейчас скажет. Вопрос такой. В раздевалке Сан-Хосе, между какими двумя игроками я сидел? И подсказочка будет, что это легендарные игроки клуба. Одного сейчас нет. В каком смысле нет? В клубе нет? В плане нет, что его клубе нет. Ты так же не сказал, как будто он умер. Нет, нет, извините, да. Поэтому два игрока, вот если... Они крутые, они легендарные. Кто назовет первый, получится эту клюшку. Ну всё, Дань, спасибо тебе большое за выпуск. Спасибо тебе большое. Это было круто. Давай, старый, мы с тобой ещё увидимся. Хороший сезон. Спасибо. Да, будем следить за тобой в сезоне. Динам чемпион! Динамом! Мамма сихо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok